С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Прежде всего, чтобы вы представили себе, что такое понедельник и как интересно, а зачастую и непредсказуемо бывает складывается понедельник, я хочу сказать, что один из наших гостей сегодня буквально специально прилетел утренним рейсом, чтобы успеть на это шоу. И вот несколько минут, которые мы готовились, мы его ждали, эти несколько минут – это благодарность ему за то, что этот человек, а человек – это Даррен Стилл, это руководитель федерации по американской команды «Боб Слей» и «Скалтон». Короче, у нас сегодня очень интересный разговор, и мы будем с вами на большой-большой скорости съезжать из гор и, в общем-то, разбираться в том, как стать членом сборной команды Соединенных Штатов и как можно вообще участвовать в этом очень интересном процессе. Многие из вас… Я помню еще времена, когда в Советском Союзе многие молодые люди мечтали, мечтали на себя одеть костюм, на котором написано «СССР». Это были костюмы сборной Советского Союза. Где их доставали, как доставали – это уже вопрос второй. Но вот сегодня у нас есть возможность с вами непосредственно как бы притронуться к легендарности, к легендарной команде, команде сборной Соединенных Штатов по «Боб Слею» и «Скалтон». Я хочу сказать, что нам сегодня есть возможность с вами и разобраться вообще, что такое «Боб Слей», что такое «Скалтон», чем это отличается, и побывать вместе с вами, тем, кто пожелает, в феврале месяца, в феврале следующего года, буквально уже теперь через два месяца, даже меньше, наверное, на чемпионате мира по этому виду спорта, который пройдет в Соединенных Штатах. И вот буквально накануне этого чемпионата мира руководители команды, прежде чем отправиться на чемпионат мира, они заехали к нам на телевидение RTN и на наше шоу «Контакт по понедельникам», потому что понедельник, а мы с вами это знаем, это символ начала, начало, которое обязательно должно успешно сбыться. У нас в гостях Даррен Стилл, директор федерации «У.С. Боб Слей и Скелетон Федерация». У нас в гостях Леонид, как Леонид, это лучший Леонид или Леон? Леонид, Леонид, все равно, Кастин. Он генеральный менеджер сборной команды Соединенных Штатов по «Боб Слею и Скелетон». И у нас в гостях есть человек, который в этом году решил прикоснуться к этому большому спорту и помочь ему. Александр Гринберг. Я хочу сказать, что Александр Гринберг будет у нас первая часть передачи, первая, а вторую часть передачи у нас будет Павел Копельников. Итак, Александр Гринберг, руководитель, представитель компании WeWatt Inc. Александр, я правильно все называю. Я хотел бы спросить прежде всего Даррен. Я буду говорить на русском языке, Даррен получает перевод Инги Карлиной, и мы уже с Леонидом будем переводить для вас, уважаемые телезрители, то, что скажет Даррен. Даррен, как я уже сказал, он является директором федерации, или скажем как Chief Executive Officer, это на английском языке, US Bobsleigh Skeleton Federation. Еще раз я хочу сказать большое спасибо, что в это утро, в понедельник утро, я знаю, как не так все просто, прилететь в Нью-Йорк специально для этой передачи. Но я понимаю, что наши телезрители с завтрашнего дня, все, а может быть и сегодняшнего дня, все сядут на, вначале на санки обычные, а потом уже, когда они узнают о том, что существуют лучшие санки, самые большие санки для всей семьи, для всей команды, они сядут и на бобслей. В любом случае, как бы мы ни шутили, но это серьезный вид спорта. Вы сами когда-то участвовали в этом виде спорта? Да, я начинал как трек-н-филд-атлет, но потом участвовал, что у меня был натуральный мак для бобслей, и в 1996 году я начинал соревнования. Я хотел бы сказать, что Леонид, он лучше знает, что все эти филы, да, вы можете переводить. Да, Дэрен был активным спортсменом по легкой атлетике, и потом, как и многие остальные люди, которые занимались легкой атлетикой или американским футболом, он присоединился к бобслейу. И он был довольно успешным спортсменом и участвовал в Олимпийских играх. Да, окей. И каким образом вдруг вы стали интересоваться бобслейами, и почему бобслей? Чем вам нравится бобслей? Что это такое? Окей. Леонид, пожалуйста. Значит, Дэрену очень понравилась скорость. Кроме этого, этот спорт очень сильно возбуждает. Это очень рискованный спорт, и много адреналина идет. У нас есть... Прошу прощения, сейчас вы продолжите. Я хотел бы, чтобы мы показали фотографии. Вот первые фотографии, которые представляют... А то мы говорим, 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 что это за вид спорта. Сейчас на экране мы видим самки. Самки – это четверка, да, по-видимому? Бобслей. Да. Пожалуйста, Леонид, что-то вы хотите еще добавить? Это сборная Америки буквально несколько дней назад на соревнованиях в Европе. И это олимпийские чемпионы, четверка Соединенных Штатов Америки. Скажите, пожалуйста, Дэрен, вот когда впереди чемпионат, у вас через два месяца чемпионат, скажите, для руководителя федерации это все уже готово? Или как у нас бывает порой? В последнюю минуту мы начинаем чинить санки или какой-нибудь не хватает, какой-нибудь винтика, болтика, гаечки, чтобы все сделать. Я шучу, но с другой стороны, насколько заранее команда готовится к таким важным серьезным соревнованиям? Мы начинаем более чем один год в предыдущем. Но у нас есть операции, которая является Лейк-Плассид-Трак, и они делали очень хорошую историю, поэтому они уверены, что это будет очень хорошим предыдущим. В отношении атлетов, мы решим прямо до конца рейса, чтобы решить, какие атлетики лучше представить нас и поставить лучшие команды на льву. Обычно начинается подготовка чемпионата мира за год, и у нас есть атлеты, которые проходили через специальное тестирование. Да, у нас есть фотографии. Показывайте, пожалуйста, нам пока фотографии. Кроме этого, нам немножко повезло. У нас очень хороший спонсор BMW, которые стали нашими спонсорами. И самое интересное, что произошло, это Александр Гринберг, который президент Vivid Company, лично также участвует не только в финансах, но также он помогает нам в электронной системе. Такие люди, как Александр, делают большую помощь для американской команды. Хорошо. Коль мы уже заговорили о помощниках, спонсорах и так далее, я, конечно же, сейчас перехожу на русский язык, поскольку и Леонид Кастен, и Александр Гринберг, они русскоговорящие. И поэтому мне легче, как бы, нашим телезрителям легче будет понимать. Скажите, пожалуйста, Леонид, вы руководитель, генеральный менеджер, главный менеджер, генерал-менеджер. Что такое генерал-менеджер? Что это такое? Генерал-менеджер – это, пожалуй, нет специального направления в моей работе. Я делаю все, пытаюсь помочь где только можно, не только logistically, допустим, организовать переезды, готовить билеты в стеннице. Я также помогаю находить спонсоров, находить с ними какой-то общий язык. Мы не просто ищем спонсора или они нас находят. Мы находим людей, которые не только дадут деньги или помогут нам, но также вложат свое сердце и с нами будут работать очень долгое время. Одно время у нас была Verizon телефонная компания и другие компании. И сейчас, я думаю, что Александр – это новая волна молодых людей. Александр и Павел – это у нас все еще впереди. Я хотел еще такое спросить. Вот вы говорите, спонсор, спонсор, спонсор. Простите, а где Белый дом, где Вашингтон, где наше правительство? Что, не помогает? Не многие знают, что в Америке правительство совсем не дает денег на олимпийский спорт. Есть олимпийский комитет, который находит спонсоров или мы сами должны находить спонсоров. Но это не значит, что мы ждем от Бога помощи. Не от Бога, от олимпийского комитета. Да, мы олимпийские чемпионы, даже при этом варианте. Мы не можем конкурировать с Россией, где нет лимитов с деньгами. Но люди, индивидуалисты, которые нам помогают, делают большую разницу. Александр – это индивидуалист. Один из них, который вообще феноменальный. Когда люди, которые приехали в Америку и стали на ноги, как говорится, и хотят чем-то помочь этой стране. Это вообще для нас очень приятно. Хорошо, хорошо. Ну, во-первых, я хотел бы, чтобы нам показали, начиная седьмую фотографию, пожалуйста, покажите нам. Это главный спонсор команды «Бобслея». Пожалуйста, седьмая, номер семь. Это у нас автомобильная компания. BMW, да? Скажите, пожалуйста, почему вдруг эта компания обратила внимание на вас, на ваш вид спорта, а не, я не знаю, на фигурное катание, например. Там девушки компенсуют. У нас есть много общего. Дело в том, что когда-то был General Motors главный спонсор Олимпийского комитета. Но так как в General Motors дела не очень хорошие были, появился BMW. Они выбрали Американский Олимпийский комитет. Но кроме Олимпийского комитета они также выбрали Федерацию Бобслея. Во-первых, у нас очень хорошие показатели. Во-вторых, у нас очень много общего. У нас есть скорость, у нас есть аттракшн. Понятно. Хорошо. Тогда, значит, у нас есть восьмая фотография. Это у нас фотография молодого человека, которого зовут Вадим. Правильно? Он волонтир. Он доктор, да? Он физиотерапист. Который берет отпуск за свой счет. То есть ему на работе ничего не платят. Вы тоже ему, естественно, ничего. Ну или неестественно. То есть человек просто мечтает попасть. И я знаю, что попасть туда практически очень сложно. Чтобы быть волонтером в Борной Америке, есть большая очередь. Как зовут Вадим? Вот Вадим Азбюль. И он живет в State Nilenden. Физикал терапист. И он так же, как и Александр, дает что-то от себя. Если Александр помогает финансово и электронными системами, то этот человек взял отпуск за свой счет. И не так легко было попасть. Но мы ему помогли. И он поехал с командой. Сейчас он летит, и сегодня он приземлится в аэропорту. И он помогает как физикал терапист нашей команде. Хорошо. Ну и у нас в студии есть Александр Гринберг. Александр Гринберг, это у нас, чтобы люди представили, что это такое. Это девятая фотография. Это компания УВИВАТ. Девятая фотография. Александр, скажи, пожалуйста, в чем дело? Почему именно этот вид спорта тебе интересен? Почему ты стал, и твоя компания стали спонсорами? Чем это было вызвано? Тогда нам с партнером предоставилась возможность стать спонсором USL Investing. В принципе, разговор не занял очень много времени. Мы искали очень много возможностей помочь, как сказать, give back to the community. Мы оба здесь прошли через колледж, работу, начали компанию вместе. И это было для нас естественным. Естественно, следующий шаг развития. И нам очень нравится по тем же принципам, почему BMW выбрала эту компанию, свою команду. Мы точно так же любим... Вам нравится? Скажи, пожалуйста. Да. Вот ты себя помнишь в детстве? Конечно. Мне хочется всегда спросить вот этих ребят, которые несутся в этих санках. В чем дело? Им очень нравилось с город кататься? Вот тебе тоже нравится этот вид спорта или катание в детстве на санках? Очень нравилось, но когда растешь в Кишиневе, на санках кататься не очень удается. Мы, естественно, искали в сборную Молдавии, только после, что вы из консервиса. У них лагодин. Следующая на листе была Америка. И на самом деле, конечно, нам очень импонирует скорость, атлетизм этого спорта, насколько они стремлены к победе. То есть вы как бы финансово, и это новое, не так часто встречаемое, чтобы русские, новые эмигранты, новые русскоговорящие люди, новые американцы готовы были поделиться, скажем, деньгами и помочь олимпийской сборной. То есть вам это даже нравится? Не смущает, что вы отдаете деньги, но вы знаете во что? Как естественно, деньги тяжело зарабатываются, и мы не просто берем выбрасывание на ветер, а просто это так называемый очень хороший месседж и в компании, и нашим клиентам. И, как сказать, мы получили возможность хоть что-то отдать обратное этой великой стране, в которой нам была возможность учиться, работать, зарабатывать деньги. И надеемся, что это первый шаг в правильном направлении в сотрудничество с этой командой. Хорошо говоришь. Дарвин, скажите, пожалуйста, для вас это является неожиданностью, что вот появились какие-то русские, не просто какие-то, а вот молодые симпатичные люди, бизнесмены, финансисты, компьютерщики, которые говорят на русском языке, которые не так давно приехали в Америку и готовы помогать вашей команде. Для вас это является каким-то таким неожиданным «Вау!» или вы в этом воспринимаете это нормально? Леонид, ты хочешь перевести? Пожалуйста. Америка – это страна иммигрантов, и мы живем в глобальном мире, и поэтому, когда появляется спонсор, мы всегда рады. Кроме этого, это специальное послание, которое Александр делает. Дело не только в том, что они дают деньги и помогают нам с электронной системой, но они дают пример остальным людям, что это ваша страна. И ничего плохого в этом нет, если вы можете помочь. Окей. Но мне бы хотелось, чтобы Даррен сказал, что русские говорящие эмигранты – самые приятные спонсоры. Я могу такое сказать, что все-таки вы чувствуете, что люди, которые спонсируют от русскоговорящей общины, они как бы, я не знаю, вносят, может быть, больше своей энергии, потому что эти люди образованные очень часто. Что Россия также привлекает своим возможностями для бизнеса, потому что это вторая страна по... по телевидению, которая показывает... И очень важно, что впереди Сочи. И это важно, потому что Сочи – следующая Олимпиада, и это открывает большие возможности. Поэтому Александр сделал очень правильное решение не только помочь своей стране, но это также очень грамотное движение было в сторону маркетинга. Я бы хотел еще, Леонид, чтобы уже без перевода только ты сказал. Скажи, пожалуйста, как ты находишь волонтера? Ты как бы... Если тебе нравится что? Лицо? Манеры поведения? Или каким образом ты выбираешь волонтеров? Ведь наверняка много людей, которые бы хотели каким-то образом участвовать. Чтобы работать с Олимпийской командой, особенно, допустим, если хотят волонтеры быть врачи или физиотераписты. Конечно, это большая очередь, чтобы попасть в это. Но мы находим, потому что я очень имею passion, я имею очень большую страсть к этому спорту. И я чувствую людей, я вижу людей, которые действительно хотят в этом участвовать, а не просто прийти и уйти. Да, сейчас мы попросим показать номер телефона нашей студии прямого эфира. Это прямой эфир. Пожалуйста, звоните, участвуйте. Если у кого-нибудь возникает желание или вопросы, вы можете позвонить в студию и поговорить с участниками передачи. Александр, скажи, пожалуйста, вот ты как бы спонсор, ты не волонтер, ты спонсор, конкретный спонсор. Вот впереди чемпионат мира. Ты поедешь туда, ты как бы будешь чувствовать, что ты как бы имеешь уже непосредственное отношение ко всему этому? Да, мы с удовольствием приняли предложение Дэрена и компании приехать на World Championship. И мы с удовольствием ожидаем этого, с нетерпением ожидаем этого ивента. И обязательно поедем туда на несколько дней, чтобы посмотреть своими глазами. А ты раньше никогда не был на таких чемпионатах? Я, как все, смотрел Олимпиаду. По телевизору? Для меня это все время было таким чем-то невообразимым, с какой скоростью они едут на Бабсле. И то есть для меня теперь это воочию посмотреть будет просто таким, я говорю, я ожидаю это с нетерпением этого ивента. Понятно. А скажи, пожалуйста, вот твои друзья, ваши люди, с которыми вы работаете, какие-то компании, они знают о том, что вы стали спонсором Олимпийской команды Соединенных Штатов? Это одно из тех незабываемых событий в жизни, которым мы сразу поделились со всеми людьми, кто работает у нас в компании и также с нашими клиентами. Я был приятно удивлен, увидев сколько позитивных реакций на это, люди просто сразу улыбаются, сразу говорят, вау, поздравляем, поздравляю, очень много поздравлений с разных сторон и гордый за компанию. И для нас, как я сказал, это очень такое приятное и интересное общение с Дарином и с компанией и надеемся на дальнейшее сотрудничество вместе. Хорошо, я бы хотел, чтобы Дарин в двух словах рассказал, чем отличаются бобслей и скелетон. Вот сейчас у нас, пожалуйста, покажите на фотографию три, а потом четвертую. Третья фотография – это бобслей. Дарин, сейчас, вот, пожалуйста, объясните, что такое бобслей? Ну, бобслей, у нас есть двойки, где два человека участвуют, и четверки. Вот это четверка у нас, нет, четыре шлема, да? Да, это четверка, это олимпийские чемпионы, и двойки также участвуют женщины, они в четверке не участвуют. А, вот тоже четверка, вот они садятся, да, мы часто видим по телевизору. Это несколько дней назад в Европе, где они выиграли медали, и скелетон – это… Скелетон, называется правильно? Скелетон. Скелетон, да. Скелетон, да. Вперед головой ее зовут Кейти Юандер, она бывшая чемпионка мира, и она сейчас довольно неплохо выступила во Франции, получила… Да, но там четверо, как бы, им за компанию веселее, и одной, конечно… А какая скорость, Дарин, какая скорость вот у этой девушки, несущейся сейчас на скелетон? 80 миль в час. 80 миль? Да, 80 миль. 80 миль. Вау, 80 миль. Леня, пожалуйста. Скорость порядка 80 миль, все зависит от какой трассы, если это, допустим, Лейк Плэссиди или в Висле в Канаде, будет быстрее, если это, допустим… 80 миль – это 120 км? 120 км, если это, допустим, в Парк Сити Юта или Винтерберг немножко, Германия чуть-чуть медленнее. А бобслей или эта скорость одинаковая? Скорость у бобслей и скеттера – это одинаковая скорость? 80, 100, да, или 70? Или там разная скорость? Нет, бобслей – это быстрее. Быстрее? 95 миль – это быстрее. 95 миль. Бобслей скорость выше, особенно четверки. Понятно. Окей, поскольку у нас Леонид, Александр Гринберг сейчас как бы покидает нашу теплую компанию, и у нас будет Павел Копельников. Александр, я хочу пожелать вам хорошего знакомства с первым чемпионатом мира, на котором вы будете присутствовать, и я уверен, что то, что вы делаете, будет иметь впечатление на всех окружающих, поскольку это действительно ваш дебют в такой интересной команде и в таком интересном деле. Уважаемые телезрители, сейчас мы с вами сделаем небольшой перерыв на рекламу, после чего продолжим разговор с нашими гостями, представителями и руководителями команды Бобслей и Скелетон ЮЭс сборной. Реклама. Жизнь – это лишь остановка, остановка для отдыха, на пути к вечности. У каждого из нас свой путь, каждый имеет свое предназначение, но никто не предназначен для того, чтобы остаться навсегда. Ритуальное бюро Кихила Чапелс поможет вашим близким пройти последний путь с честью и достоинством, которое они заслужили. Если беде суждено постичь вас, мы рядом с вами. Так будьте здоровы, живите 120, и чтобы к врачам не пришлось обращаться, а если придется искать к ним дорогу, вон в центре врачей Кагановских помогут. Чтобы долго в диагнозе не сомневались, возьмут все, что надо, у вас на анализ и вылечат дворь и любую заразу. Все, кто придет, в лошадь медикал-квазу. Доктор София Шварцман после многих лет работы в ведущих госпиталях Нью-Йорка возобновила свою практику. Врач-терапевт высшей категории, с огромным опытом помощи людям с заболеваниями внутренних органов. А если вы страдаете аллергией, с использованием новейшей технологии она проведет иммунотерапию, нацеленную на самое эффективное излечение. Доктор Шварцман готова оказать вам самую квалифицированную медицинскую помощь. Ocean Medical Plaza – золотой ключик к вашему здоровью. Зачем ждать, пока ты сломаешь бедро? Конечно. Ну это было бы ужасно. Ну конечно, да. Кто же хочет довести дело до перелома? Препарат Рекласт вводится внутривенно один раз в год, позволяет увеличить костную массу и укреплять кости на протяжении года. А я всегда забывала принимать лекарства раз в месяц. Я тоже. Рекласт укрепляет позвоночник, тазобедренные и другие кости, а также помогает защитить их от переломов на протяжении 12 месяцев. А я уже трижды сделала эту процедуру. Вам не следует принимать Рекласт, если вы принимаете заметы. У вас низкий уровень кальция в крови, проблемы с почками, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Сообщите своему врачу, если у вас возникли сильные боли в мышцах, костях или суставах, если у вас есть стоматологические проблемы, появились новые или необычные болезненные ощущения в области таза, паха или бедер. Наиболее распространенные побочные эффекты включают гриппозное состояние, жар, боль в мышцах или суставах, головную боль, тошноту, рвоту и диарею. Я хорошо себя чувствую. Просто очень хорошо. Одна доза. Один раз в год. Спросите своего врача про Рекласт. С вами Борис Тенцер. Мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам». Мы сегодня с вами съезжаем с горок. Давно наверняка вы уже не едли, садились в санки, катались. Скоро зима, скоро у нас снег. И когда вы будете через неделю-две, а может быть кто-то уже начал в тех районах, где снег выпал, или вы будете в предстоящие в январе кататься на санках, вспомните, пожалуйста, об этих наших гостях, которые сегодня рассказывали, что есть сборная команда, есть люди, которые настолько влюблены, что готовы все оставить в стороне и отправиться завоевывать титулы. Но, правда, перед этим им приходится очень много тренироваться. Очень много тренироваться. У нас в гостях люди, которые имеют непосредственное отношение к сборной Соединенных Штатов Америки, Олимпийской по бобслею и скелетону федерации. Ну, прежде всего, я те, кто только включил сейчас телевизор, я хотел бы представить, что это Дарин Стилл, он chief executive officer или руководитель федерации бобслей и скелетон федерации United States. Это у нас Леонид Кастен, генеральный менеджер команды. И сейчас у нас в студии с нами Павел Копельников, Global Forwarding. Это компания, и это впервые Павел Копельников вместе со своим братом является спонсором. То есть, у вас есть кусочек каких-то саней, ваших. То есть, вы можете себе представить, что вот эти сани, если их разделить пополам, то вот эта часть принадлежит BMW, это BMW, да? Эта часть принадлежит Александру Гринбергу, которая была. А эта вот часть моя. Можно такое представить? Трудно, очень трудно представить. Пока вы не можете. Скажите, Павел, а вы когда-то бывали на чемпионатах каких-нибудь олимпийских или зимних видов спорта? Никогда не приходилось. Это будет первый раз. Первый раз в первой раз. А почему вы решили быть спонсором? И не просто так, спонсором какой-нибудь, я не знаю, там, команды уж ладно Нью-Йорк, а спонсором сборной Соединенных Штатов Америки олимпийской. Это для нас огромная честь, быть даже в позиции, где нам было предложено участие как спонсора. И, конечно же, это довольно редкая возможность, которая нам представилась, и мы с большой радостью приняли это предложение и счастливы, что являемся спонсорами этой команды. Точно счастливы? Счастливы. Леонид, вы слышали, что они счастливы? Да, я в этом не сомневаюсь. Берон, слышны? Да, они счастливы. Это хорошо, вы уже говорите на... Я думаю, Дэрин, что вскоре вы заговорите на русском языке. Так много спонсоров, волонтеров, рядом Леонид, все говорят на русском языке. Впереди Сочи. Вам пора учить русский язык? Я знаю по-русски язык. А, вы знаете? Так зачем мы тогда переводим? Инга тогда может прекратить свой перевод, а вы право говорите по-русски. На русском языке. Хорошо, спасибо большое. Дэрин, сейчас я бы хотел показать несколько фотографий, и чтобы вы представили чуть-чуть, или вот вместе с Леонидом, да, члену сборной олимпийских чемпионов, которая является лицом, лицом вашей, я думаю, команды федерации. Пожалуйста, вот у нас есть такие фотографии, как шестая, например, покажите, пожалуйста, пятая и шестая, покажите, пожалуйста, пятую и шестую фотографию, пятую для начала фотографию. Вот, вы можете сказать об этом? Это четверка олимпийских чемпионов, кроме одного у нас новый человек, Стив Лейтон. Водитель, пилот этой команды Стив Холком, я просто добавлю очень коротко, что он почти потерял зрение перед Олимпиадой, ему была сделана экспериментальная операция, и за шесть месяцев до Олимпиады он как будто... Это какой у нас? Слева? Стоит справа, держит кубок в руках, который ниже всех. И это вообще феноменальная ситуация была, когда человек вернулся назад в спорт и выиграл золотую медаль. Потрясающе, действительно. А следующая фотография у нас шестая. Тут уже у нас красавица, которая вперед головой, да? Да, пожалуйста. Она вообще интересная. Очень женственная, да? Так она выглядит, как снаряд летящий. Она интересный характер, она также пытается попасть на летнюю Олимпиаду по тяжелой атлетике, поэтому с ней были небольшие проблемы, чтобы... По тяжелой атлетике лететь? По штанге. Есть скучно летом. Есть скучно летом, она пытается этим заняться тоже. И они вот только недавно, буквально неделю назад, выиграли серебряную и бронзовую медаль во Франции в Лаплане по скелетону. Прекрасно. Скажи, Дэрен, скажите, пожалуйста, вот как происходит отбор команды? Как отбирает людей в сборную команду? Есть какие-то промежуточные чемпионаты, чемпионаты Нью-Йорк, штата Нью-Йорк или других каких-то штатов? Как это делается? Да, there's a selection process at the beginning of every season. We recruit fast, powerful athletes, and then we train them to learn the sport, and then we let them race to see who's going to represent us in these races. Даня? Есть специальное тестирование, в котором... Ежегодное. Ежегодное, в котором принимают атлеты. В основном находят спортсменов и из легкой атлетики, бывших спринтеров или прыгнов в длину, а также бывших футболистов. И им предлагают, да, им предлагают, как бы, стать членом сборной команды, потому что он хорошо бегает. Почему надо бежать хорошо? Дэрен, почему надо хорошо бежать для того, чтобы успеть в санки сесть? Because the start, that's the engine to this vehicle. Это самое важное, is the most important. It's one of the three most important things. Какие, какие, вот самые три вот эти? It's the start, which is the push athletes, it's the driving of the pilot, and it's the equipment that we use. Да, пожалуйста. Три компонента играют большую роль. Старт... Три фактора. Да. Старт один из самых важных, потому что если вы стартуете хорошо, значит, у вас уже набирается скорость. Кроме того, нужно иметь хорошего пилота, который знает, как управлять этим бобслеем. И очень важно иметь оборудование, то есть... Покажите нам, пожалуйста, еще вот и ребят, и вот сами. Само оборудование, на котором ребята катаются, вот фотографии. Покажите нам, пожалуйста. Показывайте, вот. Да-да. И так, три. Первое, это пробежать и успеть сесть. Успеть сесть. А бывает такое, что не успевает садиться? Дэрен, бывает такое? Чтобы человек не успел сесть. Это я хотел сказать Павлу. Если вдруг будешь кататься, пожалуйста, успевай садиться, тренироваться. Хорошо, Павел, скажи, пожалуйста, ну вот, если тебя спросить, когда ты последний раз катался на самочках? Это было, наверное, лет 25 назад. Это было приятно? Это было приятно. Это было очень приятно. Ну, в этом году, я надеюсь, ты уже как бы серьезнее к этому отнесешься. Безусловно. Санки хорошие приобретешь. Безусловно. Модные. Да, и шлем, главное, обязательно. Леонид, вот сборная команды отбирает людей и начинается тренировка. Кто оплачивает все это? Тренировки, амуницию, все-все-все. Что-то на себя берут спортсмены? Да, конечно, в самом начале они в основном платят за все. Это когда они уже попадают в национальную команду, тогда уже получается. Я не завидую Деррена работы, потому что он всегда должен доказывать Олимпийскому комитету, что мы талантливая команда, что нам нужна помощь в финансах. У нас же очень большие... Я не понял, что Олимпийский комитет считает, что вам не нужны деньги или что? Он считает, что нам нужны деньги, но кроме этого есть еще летняя Олимпиада в Лондоне. Поэтому Деррена, у него очень деликатная работа, он должен преподнести наш бюджет и объяснить, что это потенциальные чемпионы и потенциальные миндалы. Даже вот в перевозке, их компания Павла довольно интересную работу проводит. Global forwarding, да? Это у вас перевозка, да? Да, и это не просто перевезти мешок с луком. Это очень дорогое оборудование, его нужно быстро перевезти, его нужно перевезти вовремя и его нужно перевезти правильно. Поэтому, когда мы начинаем... Это же огромные контейнеры, чтобы это... Это же... Или она разбирается, эти сани разбираются на какой-то части? Нет, они идут в контейнеры, снимаются только полозья отдельно, которые вкладываются в это. И они провели довольно серьезную работу, и я очень доволен с ними. И как спонсор, я думаю, что это очень важно для нас, работать в такой компании. Деррен, скажите, пожалуйста, вот когда вы... Вот Леонид сказал, что у вас очень тяжелая работа, вам надо доказать, что эта команда потенциальный победитель золотых медалей. А с кем вы считаете, что вы, как бы, ну, я не знаю, сопоставимы? С теми, кто на коньках, на лыжах или фигурное катание? Да, все winter sports we compete against, but all the summer sports, too. There's 44 Olympic sports that we compete with for resources from the USOC, which is why sponsors are so important to us, in addition to that money from the USOC. Да, пожалуйста, Леонид. Соревнования проходят с другими федерациями, 44 федерации летние есть. И нужно доказать им, что мы действительно можем что-то. И это довольно кропотливая ситуация, потому что люди в Олимпийском комитете, они очень стрикт, очень аккуратно смотрят за деньгами. Я бы хотел еще кое-что добавить. Я знаю, что в комьюнити русскоязычных людей много есть инженеров. Нам не только нужна финансовая поддержка или там помощь с перевозки, как нам помогает Global Forwarding. Мы бы хотели также быть знакомы, может быть, есть инженеры, которые знают аэродинамику. И каждый совет был бы очень интересен. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о аэродинамике. Что имеет значение? Секунда, доля секунды, полчаса? Сколько времени решает? Вот, например, каков результат? Вот дайте, пожалуйста, может быть, Дэрен скажет, каков результат показатель чемпиона или Олимпийского чемпиона, или чемпиона мира и второго места? Обычно это идет одна сотая, две сотые. Допустим, одна сотая, сотая, между первым местом и вторым? Совершенно верно. А иногда после четырех заездов показывают одинаковое время. Допустим, Олимпиада в Японии, которая была, значит, люди, которые заняли первое место, показали одинаковый результат. И люди, которые заняли третье место в четверке, тоже показали одинаковый результат. У нас идет борьба за сотые. Поэтому каждое, каждый... То есть, когда мы обращаемся, вот на экране, кстати, телефон студии 201-461-1384, когда мы обращаемся к телезрителям и говорим, может быть, кто-то сейчас, может быть, уже человек или на пенсии, или имеет время, или интерес, надо людей, которые бы могли, как бы, разбирается в аэродинамике, да, и могли бы вот эти вот ноль-ноль-ноль помочь, помочь их каким-то образом добиться вот этой вот сотую, дополнительную сотую, дополнительную сотую, поскольку это уже рекорды. Правильно? Совершенно верно. Да. Ну, я надеюсь... Скажите, пожалуйста, а вот как можно вообще связаться с вами? Вот, например, сейчас кто-нибудь смотрит и желает быть, я не знаю, волонтером, быть спонсором, или что мы можем сказать? Как они могут связаться? Дэрен, вы хотите дать какой-то ваш телефон? Sure. My number or the website. Это 925, this one? Yes. Хорошо, я продиктую вам телефон, уважаемые телезрители, по которому вы можете позвонить Дэрену и поговорить, спросить или как-то предложить свою помощь. 925, 550, 42, 10. 925, 550, 42, 10. И, кстати, здесь есть и веб-сайт, да? Веб-сайт, it's US... Как это вы? Веб-сайт usbsf.com. И мы бы хотели, чтобы побольше людей приехало на чемпионат мира в Лейт-Плессиде, это всего 4-5 часов от Нью-Йорка, и поддержали американскую команду. Как вы знаете, мы готовим... Один бобслей будет покрашен в виде погибших пожарников. Да, я бы хотел, чтобы мы показали сейчас одиннадцатую фотографию, покажите, пожалуйста. И потом десятую. Одиннадцатую, а затем десятую. Вот одиннадцатая... А, это у нас десятая фотография. Это у нас... Вот, пожалуйста... То есть, можно имя, имя, чтобы было прямо вот на санях, вот эти, да? Хотелось сказать, на самолете. На санях. Да. Да, пожалуйста, Ленин. Да, это очень хорошая программа. Мы помогаем людям, которые или, ну, срывай в конце... Которые выжили. Выжили, да. Или у которых был плохой конец. Мы можем поставить их имя на... Память. Память о ком-то, да. Память о ком-то, да. На бобслей, и этот бобслей участвует по всему миру, и также будет... Это показано на всех телеканалах, это все будет постоянно. На всех телеканалах. И вот следующая фотография, это у нас одиннадцатая. Покажите, пожалуйста, следующую фотографию. Это у нас уже фотография вот таких же саней. Это для, вот я вижу, Federal Department, New York, Fire Department, да? Это... Да, Дэрен, пожалуйста. Вот, вот, вот здесь. Да, да. Это для того, чтобы поммеморировать 10-летний саней, 9-11, и 343 фоерфайтеров, которые перешли на этот день. И вих, вих память людей, которые отдали жизнь, это эти сани, да? Да. Это посвящено погибшим людям 11 сентября 10 лет назад, и New York Fire Commissioner дал свое согласие, и мы сделали вот такой бобслей, который будет участвовать. И поэтому было бы очень хорошо, если бы больше людей приехало и посмотрело эти соревнования. Они будут транслироваться по всему миру. Да. Павел, Павел Копельников, Global Forwarding. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас вот видишь эти сани, да? Каким-то образом вам приходилось что-то перевозить, да? Вот какие-то... Вы помогали что-то транспортировать? Да, недавно мы помогли перевезти часть саней из Лейк Плеседа в Мюнхен, в Германию. Это довольно... Вам приходилось такого плана? Нет, первый раз. Это большой, да? Это все большой или что? Или хрупкая? Дело в том, что здесь скорость перевозки имеет огромное значение, и небольшая, даже малая задержка может, так сказать, повлиять на то, что санки не приедут. А, здесь тоже 0,001, да? В какой-то мере. В какой-то мере. Потому что нужно успеть, чтобы сани пришли вовремя в аэропорт, попали на рейс, правильно документы были оформлены, таможенные декларации и так далее. Поэтому это довольно сложный процесс и довольно стрессовый, так сказать, процесс. Но пока что мы, вроде, справлялись с нашим... А мы справляемся с Леонидом. Небольшой семейный бизнес. Небольшой семейный бизнес. А родители? Родители. Мама помогает нам в этом бизнесе. Она, так сказать, следит за финансами. Папа помогает больше, как бы, морально. Но, так сказать, также болеет за нас. Вы давно в этом бизнесе? Этот бизнес не так давно мы его открыли. То есть он существует 4 года. Но мы довольно быстро разрослись. То есть мы начали с домашних перевозок по Америке. И постепенно получили лицензии на перевозки, океанские перевозки, и также перевозки по воздуху. То есть мы были бы надежны. Потому что домашний бизнес не всегда, перевозка домашняя, не всегда бывает надежна. Согласен, согласен. Но мы, как бы, я думаю, что основной акцент изначальный был на домашней перевозке. Так заняло долго получить лицензии на океанские, на авиа. Но в итоге мы, как бы, сейчас даем полный, как бы, наверное, полный сервис. Ну, тебе нравится вообще заниматься бизнесом в Америке? У тебя есть знакомые в России? Конечно. Которые занимаются тоже бизнесом? Конечно. Как ты чувствуешь разницу между тем, что делается там, твои ровесники, сверстники, и то, что здесь делается? На самом деле это в чем-то тандем. Потому что нам необходимы партнеры в каждой стране мира, куда мы перевозим наши грузы или грузы наших клиентов, для того, чтобы также правильно эти грузы были оформлены по прибытию. Поэтому мы формируем партнерство во многих странах мира, в частности в России, на Украине и в других странах. И это позволяет нам, чтобы все перевозки проходили более... Хорошо. ...босемь меньше проблем. То есть я могу быть спокоен, да? И наши телезрители, что... Безусловно. ...все сани придут вовремя в феврале. Да, вот у меня тут есть расписание, господа, что это будет в феврале, да? Вот я смотрю, 18-19, это двухместные сани будут стартовать, а 25-26 будут четырехместные. Я правильно говорю, Дарьян? Вот расписание, расписание чемпионата мира по бобслей. Бой, да? В феврале. Да, это верно. В феврале, в феврале, мы закончили с четырехместных соревнований на 26 феврале. Да, пожалуйста, Леонид, немножко вот расписание. Расписание есть на нашем веб-сайде, все детали. Будут также очень интересные соревнования, которые международное бобслейное скелетонное федерация хочет протолкнуть, так говоря, на Олимпийские игры. Это командные соревнования. Сейчас в Европе я когда был, и в прошлом году это очень популярно. Это идет двойка бобслей, потом скелетон, потом четверка бобслей, потом женщины. Феноменальные соревнования, и Международный Олимпийский комитет очень интересуется этим. Но если люди приедут, посмотрите, это просто чудо. Это Лейк Плэссид. Это в Лейк Плэссиде командные гонки. Пожалуйста, уважаемые телезрители, посмотрите на карте, где находится Лейк Плэссид. Если вы живете в Нью-Йорке, это 4 часа, 5 часов, говорил Леонид. Если вы живете в Бостоне, это поближе, наверное. Если вы живете в Сан-Франциско, это не совсем рядом. Но все равно интересно. Поэтому я вижу у вас на столе прекрасный плакат. Я знаю, что у вас осталось буквально пару минут, чтобы этот плакат был вручен. К сожалению, вы не успели сделать это для Александра Гринберга. Вы это сделаете уже после передачи. А что это такое? Это всего 400 таких плакатов возвращено после Олимпиады в 2002 году. Это известный художник, который сделали всего лимитировано 400. Есть к нему также специальное удостоверение, сертификат, который подтверждает. Что это плакат для них? Нет, что это лимитировано выпущено. Я бы хотел вручить нашему спонсору этот плакат. И надеюсь, что они появятся не только на чемпионате мира, но и на Олимпийских играх. Понятно. Точно такой же плакат будет вручен Александру Гринбергу, да? Который был первой в части. И также один из этих плакатов находится здесь. А, да? Вот это можно будет оставить для меня? И я думаю, что Борис Тензор будет, наверное, один из наших официальных представителей Бобслейной Федерации в Нью-Джерси. Спасибо за приглашение. И я бы хотел все-таки один звонок, чтобы мы все-таки с вами послушали. Да, кто у нас на линии? Виктор, Массачусетс, пожалуйста, говорите. Алло? Здравствуйте. Только побыстрее, пожалуйста. В России подобные изделия, ну, скелетоны, табаканы и так далее, изготавливаются на авиационных предприятиях или закупаются за рубежом. А в Соединенных Штатах спортивные сани изготавливаются на специализированных предприятиях или тоже на каких-то заводах, где это... Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, я не знаю, Леонид или Даррен. Традиционально, our bobsleds in the United States have been built by racecar engineers, NASCAR engineers, Bob Cuneo in particular. We just started a project with the engineers from BMW USA. That's early in the stages, but we plan to have a BMW bobsled ready to go for the Sochi Olympics. Да, пожалуйста. Раньше была компания Chassis Dynamics с инженером Cuneo, и это был Jeff Bodine, который был автогонщик, который это все организовал своими деньгами, а потом это появилось в специальный фонд с Олимпийского комитета. Но сейчас мы на новой волне, как говорится, и BMW America подключены к этому делу, и мы на первой стадии развития новых bobsleds. Вы уже понимаете, что техника не стоит на месте, все движется. Ну понятно. Но это опять же погоня за этими самими 0-0. Совершенно верно. Российская команда имеет очень большой бюджет, поэтому они могут играть с деньгами. Они покупают в основном... Не завидуете ли они? Не завидуете. У вас такие ребята, у вас прекрасно. Александр Гринберг, Павел Копельников. У вас прекрасные спонсоры. У нас нет проблем, олимпийские чемпионы. Но я хотел просто ответить Виктору, что Россия покупает в Германии свои самих. Понятно. Я еще раз напомню телефон, по которому вы можете связаться с Chief Executive Officer United States Bobsleds Skeleton Federation, руководителем федерации Darren Steel. Телефон 925-550-4210. Звоните и предлагайте. Вас ждут уважаемые телезрители, уважаемые выдумщики. Как можно помочь сборной команде Соединенных Штатов? Ну, а я с удовольствием благодарю вас. Я хочу сказать вам thank you so much. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо вам. Всем большое спасибо. И я желаю удачи от наших телезрителей, от RTN TV, чтобы вы достойно победили и заняли первое место на чемпионате мира. Спасибо. И потом на Олимпийских играх в Сочи тоже, пожалуй. Обязательно. Спасибо. И вам, уважаемые телезрители, я хочу сказать, что понедельник начинается хорошо. Впереди целая неделя. Я желаю вам хорошего настроения, всего, чтобы у вас сбылось. Это была передача «Контакт по понедельникам», которую для вас вел Борис Тенсор. До новых встреч по понедельникам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Контакт по понедельникам. А.Контакт по понедельникам.